Всем привет, с вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Если кто не знает, в Гугл картах есть возможность создания собственных карт, да еще и совместного их редактирования. Я делал про это скринкаст, ссылка в описании. Ну как известно, если что-то есть в Гугл, рано или поздно это появляется и в Яндексе. Появилось это правда рано, в смысле давно, но вдруг кто-то не знает. Вещь-то полезная. Правда тут нет совместного редактирования, но сама карта на сайте выглядит вот так. Вам нужно быть авторизованными в Яндексе, зайти в карты и здесь в меню выбрать мои карты. Все, мы в конструкторе. Название, описание и приступаем к рисованию. Итак, у нас тут есть метки. Выбрали, поставили. Причем пока вы не отожмете кнопку метки, он всякий раз будет их ставить при новом клике. Так что сначала отожмем, потом все остальное. У каждой метки можно выбрать свой цвет, поменять тип и даже выбрать соответствующую иконку. Предположим, это мой дом. А, да, еще конечно можно указать название метки и добавить описание. А эта метка будет у нас с машинкой. Типа это моя машина и стоит она рядом с домом. Средним колесом мыши вы соответственно можете менять масштаб. А вот, а метки, которые поставили случайно, мы просто удалим. Так, кроме меток тут можно рисовать линии. Понятно, что чаще всего это маршруты. Сейчас я расставлю метки в соответствии с действительностью. Вот тут дом, тут машина. И однажды я поехал на велосипеде, куда глаза глядят. Глядели они примерно куда-то сюда. Значит мы выбрали линию и проставляем точки. Вначале можно очень приблизительно. Так, так. И куда же я поехал потом? А, вот сюда. Остров. Линию он будет рисовать до тех пор, пока вы не нажмете Escape. Маршрут готов. Пока очень приблизительный, но точки можно двигать. Причем если вы подвинете узловую точку, то он разобьет ближайшие отрезки еще на 2 новой точкой. Мне кажется, это они хорошо придумали. Ну и таким вот образом можно выстроить очень точный маршрут. Так, а вот тут я ехал как-то не так. Я куда-то вот сюда заезжал. Так, и вот здесь где-то был источник сейчас. Там была купель. Очень хорошо пожарим. А, так вот же. А вот он. Отметим. Это был как будто целебный источник. А вот тут было какое-то странное место, какие-то поля. Мы его тоже отметим, но уже многоугольником. Это третий и последний из предлагаемых инструментов. Он также будет рисовать до тех пор, пока вы не нажмете Escape. И также впоследствии можно редактировать узловые точки. По линиям и многоугольникам есть дополнительные настройки. Толщина линии, я думаю, в пикселях. Прозрачность линии и прозрачность самого многоугольника. Тут немного наоборот, правда, получается, чем выше процент, тем прозрачнее фигура. А вот. И естественно многоугольнику также можно добавить описание. И маршруту тоже можно добавить описание. По маршруту также можно установить прозрачность и толщину линии. Все. В общих чертах наша карта готова. Тут я не по полю, конечно, ехал. Ну ладно. А вот карта. А вот метки. Сохранить и продолжить. Сейчас мы выбираем соотношение сторон, если собираемся вставлять карту на сайт. А мы собираемся. Но лучше, конечно, задать точные размеры в соответствии с дизайном сайта. Так. Окончательно все подровняем и можем забирать. Получить код. Либо JavaScript, либо через iFrame. Попробуем через iFrame. Скопировали код. Выбрали страницу, куда хотите вставить карту. Вот какая-то у меня тут лучшая карта даже есть. Это, наверное, я со шмаппером экспериментировал. Все. Вставили код и посмотрим, как это выглядит на странице. Ну вот. Все наши метки с описанием. И маршрут также с описанием. Карта интерактивная. Ее можно увеличивать, уменьшать, двигать и так далее. Если вы не хотите интерактивности, вот тут нужно поставить статическая карта. Но у нее разрешение не выше 600 на 450. И на сайт она вставляется как фотография. Просто Ctrl-C, Ctrl-V. А на сайте она является активной ссылкой на Яндекс карты. Именно на вашу карту, а не вообще. Ну в принципе то же самое. Можно провернуть и просто скопировав вот эту ссылку на карту и вставлять на сайт просто ссылкой. И последнее, о чем хочется сказать, это об экспорте. Вы не просто можете создать карту, но и экспортировать из нее данные в формате, который будут понимать другие системы картографии. Тут несколько форматов, они могут перенести не все. Так что для Яндекса или Гугл лучше пользоваться КМЛ. Скачали. Создадим новую карту. А вот здесь, кстати, все ваши карты. Здесь же их можно удалять. Создадим новую карту, импортируем сюда данные. А вот, все подцепилось. Единственное, у меток пропали иконки. Еще раз, функция эта появилась давно и кто-то сейчас мне может попенять, что это баян и всем давно известно. Но если это всем известно, почему на большинстве сайтов в разделе контакты такие ужасные нарисованные от руки карты, по которым невозможно найти дорогу. Если это красиво, удобно и делается за 5 минут в Яндексе. Все, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, ну и любите друг друга.